Добрый день! С вами Ольга Канунникова. И будем сегодня делать обычную бабочку. Бабочку для текора. Новый год скоро и нам обязательно понадобится какая-нибудь такая интересная вещь, чтобы украсить либо коробочку с подарком, либо еще там, либо какую-то нашу цветочную композицию. И будем делать сегодня бабочки из шелка. Для этого я беру обычный атлас наш. Допустим, плодный такой, уже апретированный, то есть обработанный. Желатином. И по поводу выкроек. Вот в интернете наберите бабочки неофото или бабочки картинки, или бабочки схемы, и обязательно найдете вот такую вот картинку, где здесь масса бабочек. Они чем хороши? Во-первых, у них формы разные, во-вторых, у них расцветка разная. Здесь вот нужно выбрать именно то, что хотите. Можно выбрать вот именно такие сложные какие-то, расцветки. Можно выбрать обычные расцветки, вот такие, как, допустим, вот мы делаем с вами цветы. То есть, раскрасить можно и обычными красками по шелку, вот, то есть, то есть, анилиновыми, вот, батик. Но в этот раз я хочу окрасить совсем по-другому. Сделать это с помощью контуров и с помощью акриловых красок для ткани. Также нам еще понадобятся тычиночки. Это для вот таких узиков, и можно их использовать еще на глазки. В принципе, ничего такого, но проволока еще понадобится. Итак, вот еще я распечатала вот такую бабочку, то есть, я ее взяла в размер А4, вот, на четыре части делила. Это в принтере у вас есть такая. В принтере можно выбрать одну четвертую от листа. И вот распечатала вот такую бабочку. Я использовала ее как шаблон. И взяла, значит, с помощью копировальной бумаги, просто вырезала на... Вот. Вырезала из Атласа верхнюю часть, верхние крылышки, нижние крылышки, нижние крылышки, крылышки я даже уже раскрасила. Вот. Каким образом, значит, здесь вырезается. Здесь прежде всего надо обратить внимание, что, значит, верхние крылышки заходят на нижние крылышки. То есть, когда вы оберзаете нижние, то надо вот немножко их сделать выше, не так, как вот здесь. А они немножечко у вас пойдут выше. Вот. Видите? Здесь они не обрезаны. То есть, на них будут ложиться, ложиться немножко вот так вот верхние крылышки. Ну, в принципе, все. Раскраска здесь, в общем-то, такая достаточно белая получилась. И, ну, мне нравится именно для того, для той павочки, что я хочу сделать. Она такая очень-очень яркая, скажем, восточная получилась. Ну, как раскрашивать, сейчас я немножко покажу. В принципе, не стоит даже показывать, потому что у каждого получится свое, но тем не менее. Вот акриловые краски для ткани, они достаточно такие, знаете, густые, очень густые, и поэтому ими лучше работать вот такой палочкой, обычной палочкой. То есть, мы их размешиваем. Вот я размешала их, и буду работать палочкой. А теперь есть еще контуры вот такие, деколы. Они называются контуры по ткани. Можно их использовать. Вот у меня вот серебро, допустим, есть. И вот очень много контур универсальных, которые тоже подходят под, для тканей, по фирму Марабу. Это глиттеры. Скажем, не просто контуры, они называются глиттер-лайнер. Вот я вот выбрала несколько цветов. Можно, в общем-то, они такие металлические, с блеском. Вот это как раз нам и надо. Подводим, например, с самой такой яркой из них. И проходим сначала наше крылышко по краю. Вот, прям вот по линии. И вы не бойтесь, что глиттеры такие достаточно толстые. И поначалу они не очень красиво смотрятся. Сейчас я уберу накрашенное мое. Поначалу они не очень красиво смотрятся, но когда высыхают, получается очень здорово. Вот. У нас одно крылышко, можно сразу прям делать два. Это удобно. Будете просто помнить, что вы где делали. Немножечко, если вышло где-то за гранью, ничего страшного. Потом уже будете вот этот вот контур все равно врезать. Так, ну теперь, допустим, возьмем красную краску. И пройдем красной краской. Вот здесь вот по краюшку. Краска достаточно густая. И не забывайте, что вот контур, когда красим, вот эти металлические, они, вот этот, допустим, контур, он, видите, какой? Какой-то коричневый, темный, некрасивый, кажется. Когда он высохнет, он будет идеально блестящий. Не будет вообще, он будет просто как золото такое, яркое. Ну, вот так вот мы красим, допустим, красным. Давайте я вот не буду. Так, вторую не буду показывать все-таки, чтобы быстрее было, получилось. Вот, теперь мы можем взять, допустим, на другой цвет. Сейчас я возьму новую, новую палочку, чтобы не пачкать цвету. Вот, и возьмем, допустим, сделаем черную. Здесь вот не факт, что надо прямые линии. Прямые линии лучше, конечно, не проводить. Их можно привести к центру. А вот по краю лучше делать какие-нибудь узоры, такие волнистые. Вообще, конечно, очень сложно, когда ты не художник. Особенно голова не работает. Каким образом это можно сделать. Ну, вот. У меня это получается вот так. Может, не совсем, конечно, красиво. Но, тем не менее. Так. Полностью здесь закрашиваем. Получается нечто вот так. Далее. Сретенку можно сделать вот здесь вот. Ну, например, синюю, да. Берем синюю краску. И вот так. Примерно. Будем рисовать вот такой овальный глазок. Краски густые, и поэтому здесь вот с одной стороны это хорошо, что сильно не замажешь. Вот. Где-то вот так примерно, да. А теперь можно взять, ну, например, вот серебро, да. И пройтись по краю серебро. Серебро очень густое, и поэтому вот такой, таким вот, немножко, как точечная полосочка получается. Теперь можно взять еще такой поярче глиттер, и пройтись еще глиттером немножко вокруг, небольшими точками. Что касается обратной стороны, вообще обратную сторону тоже, конечно, надо красить, только я вот думаю, что лучше всего покрасить обратную сторону в какой-нибудь темный цвет, например, в черный. это можно делать и до того, как вы начинаете красить, и после того, как вы уже покрасили все. Так, теперь возьмем вот такой достаточно темный глиттер, и пройдем, сделаем полосочки. не забывайте, не забывайте, что он, когда высыхает, он становится блестящим. вот что у нас получается. вот что у нас получается. теперь возьмем теперь возьмем зоточку какой-нибудь вот такой, вот этот вот, посветлее, и прокрасим, делаем точечки вот здесь вот. видите здесь все легко, в принципе, для того, кто вообще ничего не умеет красить, ничего, просто ставьте точки и черточки, и все получится. все, теперь можно закрасить остальные вот эти вот промежутки между нашими контурами можно еще прокрасить разным цветом. лучше, конечно, это делать, когда все высохнет, но я это сделаю сейчас. вот допустим, вот это вот будет полосочка синяя, синий еще сделаем вот между, ну давайте через одно вот так, потому что синий мне здесь вот нравится, он такой очень яркий, красивый, еще синий вот здесь делаем, и вот эта вот полосочка тоже у нас будет синяя, получается нечто по вот так вот, что-то вот подобие такого. Вот, теперь можно еще взять, ну, какую, желтую, наверное, сейчас попробуем еще желтый цвет, и желтым закрасим полоски, которые оставшиеся, потому что сочетание желтого и синего, это лучшее сочетание хлопного с теплым оттенком, вот так, желтым немножко, жидковатый получается, ну, чего, кстати, когда это высохнет, можно немножко подправить будет, еще тот, допустим, цвет, который немножко заплыл, вот у нас вот здесь немножко закрасился в синий, можно после того, как это все высохнет, немножко подправить, и вот в процессе окраски чувствуете, что здесь надо закрасить, закрашивайте, вот и последнюю вот эту полосочку, давайте тоже ее желтым закрасим, смотрите, вот желтый просится еще вот сюда, хотя мы тут уже, видите, золотом, золотом покрыли, но это золото, вот сюда можно немножко перенести, вот так, сместить немножко, оно никуда не исчезнет, оно потом проявится после высыхания, ну вот нечто, вот что у нас получилось, теперь после высыхания вы можете вторично на этом уже готовом рисунке сделать какие-то дополнения, что-то к этому, к нашему, добавить, к нашим нижним лепесткам, вот что у нас получилось, после окраски и после того, как вы высушили наши детали, теперь нам нужно их вырезать, и так вот, выглядит так наша бабочка, то есть наши детали бабочки, после того, как мы уже все вырезали, теперь нам надо все это окрасить, берем газету и выкладываем на обратную сторону наши детали, будем окрашивать все черным, потому что тельце нашей бабочки также будет черным, и чтобы вот сочетание было хорошее, окрашиваем все просто в черный цвет, здесь лучше руками не трогать, поэтому я использую пинцет, просто обратную сторону прокрашиваю в черный цвет, так, теперь можно делать бабочку с подклейкой, точно так же, как мы делаем, допустим, листья у цветов, да, но можно делать и без подклейки, я вот сейчас буду делать без подклейки, мне вот это не надо, но в зависимости от того, для чего вы эту бабочку делаете, то есть имейте в виду, можно делать точно так же, как мы делаем листья для цветов, то есть с подклейкой, но, хоть она будет и без подклейки, зато на обратной стороне мы будем приклеивать к ней литоны. Для чего? Для того, чтобы крылышки бабочки были гибкие и можно было их повернуть так, как нам захочется. Но вот таким образом мы с вами прокрасили детальки нашей бабочки. Тут же мы закрываем клей и убираем ее. Теперь мы займемся с вами изготовлением изготовлением серединки для бабочки. Крылышки бабочки мы немножко уберем вот так вот в стороночку и нам надо будет все детальки наши просушить. Я рассказала вам, что мы будем приклеивать литоны и обязательно эти литоны, они у меня белые, их обязательно надо прокрасить черным, чтобы они не выделялись. Мы просто их берем и красим. Вот так, чтобы не осталось белого, не просветов, чтобы не было, но где-то примерно вот так. Наши литоны должны стать черными, такими же, как у нас и крылышки нашей бабочки. Ну а теперь уже действительно все готово. Пусть все сохнет. Теперь займемся серединкой нашей бабочки. Для этого нам понадобится литон, нам понадобится вата, нитки. Итак, значит, берем кусочек ваты и наш литон, это одна третья от упаковочки, от длины нашей одной проволочки, да. Мы складываем, значит, этот литончик пополам и дельце бабочки где-то будет примерно вот таким же размером, как и вот так, как и наша проволочка, да. Вот серединку проволочки мы подкручиваем. Сначала возьмем делать, возьмемся делать головку. головку будем делать, ну, где-то вот так, наверное. Просто берем ее и формируем вот такой шарик. Шарик старайтесь формировать такой, достаточно твердый, скажем, очень даже твердый. где-то вот так вот. Оставшиеся тельца вот, подкладываем между двумя проволочками еще одну сувату и формируем вот такой длинный-длинный тельца. Уже не круг, а просто вот как палочку. вот здесь можно поправлять, поправлять, расправлять, в общем, наша задача, чтобы у нас получилась такая вещь, похожая на бабочку, да. вот это место, я так думаю, что можно даже... примерно это будет выглядеть вот так, но это еще, скажем, немножко не сформировано, но тем не менее мы берем ниточку, подкладываем основание головки и немножко вот так стягиваем нашу головку. вот как только мы ее стянули, мы помаленечку отступаем, где-то сантиметра два-три от тельца вот так прокручиваем, делаем вот такие прокрутки. еще раз немножко, и опять стягиваем, два-три, и здесь вот подправляем немножко, идем дальше. так, схватываем ниточку, где-то примерно вот так, мы ее опять прокручиваем. вот, здесь мне удобнее повернуть обратную сторону, где-то вот так, здесь вот еще прокрутить. вот так, дальше еще прокрутить, дальше еще прокрутить. и вот что у нас в результате должно получиться. получается у нас, в принципе, неплохая вещь. вот такое тельце для нашей бабочки. вот теперь переходим собирать тельце. вот наша тельце высохла, и мы покрыли его черной краской. вот теперь берем тычинки черные, и одну тычинку мы будем использовать как глазки, другую тычинку как усики. мы смазываем тычинку клеем, смазываем очень хорошо, и первую тычинку мы накладываем на нашу головку. в принципе вот головку можно промазать тоже клеем, потому что она высохнет и не будет пачкаться. и первые вот так вот усики подкладываем вот по бокам, и они у нас будут, и здесь вот дальше вот можно немножечко тычиночку скрутить, и вот по спинке ее подклеить. вот так вот по бокам у нас могут приклеиться вот такие глазки. вот эти вот с одной стороны и с другой стороны. их видно. теперь приклеиваем наши усики. усики также смазываем клеем. клеем здесь можно в общем-то не жалеть. его видно не будет. усики расправляем. и вот здесь вот по головке, здесь вот у шейки скажем. подклеиваем. подклеиваем. вот так вот тычинки сложены вдвое. одну тычиночку сложенную вдвое. вот наши детальки, которые уже подсохли. я еще после этого, после того как просохла, я еще немножечко нанесла таких вот золотистых глиттеров, и вот что в результате у нас должно получиться. вот такая яркая, красивая бабочка для декора. теперь мы должны к ней, она видите, такая мягонькая, поэтому мы и должны немножечко ее обработать, то есть приклеить к ней литоны. для этого я беру обычную, как я уже говорила, вот проволочку, и более длинную, вот сворачиваю пополам, и примерно оно у нас вот будет вот так, вот таким образом наклеиваться. то же самое здесь вот и со второй. то есть прежде всего нам надо приклеить эти литоны. клей здесь лучше, конечно, выбирать достаточно вот такой, не жидкий, да, густой. это еще надо потому, что мы здесь подклейку не используем, поэтому я использую клей титан, просто вот так вот промазываю клеем нашу проволоку, и так вот это вот длинная, вот, и подкладываю, приклеиваю с обратной стороны. так, сначала нам надо ее хотя бы вот так наживить, вот так вот. все, конечно. И потратить на это достаточно времени, чтобы наша проволочка очень хорошо прилипла. И так у нас должно получиться вот такое тельце. Вот два глазки и вот такие усики. Теперь мы должны приклеить наше тельце к крылышкам. Итак, сейчас посмотрим как это должно быть. Разложим на лицо крылышки. Одно к другим можем немножечко подклеить. Просто здесь вот посрединке. Так, верхние крылышки у нас должны немножко накладываться на нижний, а не наоборот. Вот так. Немножко, значит, я здесь не то смазала, надо было нижний смазать. Нижние крылышки. Вот мы их накладываем чуть-чуть на верхний. Вот так вот. Видите? И ждем, когда вот это вот немножко подсохнет все. Вот обратная сторона. Так, теперь... Теперь, когда немножечко вот схватилось, схватился клей. Здесь, конечно, можно использовать и клей пистолетом. У нас пистолет, это, наверное, даже лучше будет. Вот что-то я не сообразила. Итак, теперь мы примеряем наши бабочки. Вот тельца. Тельца где-то примерно вот так. То есть вот головка должна вот немножечко вот чуть быть выше основания наших крылышек. И так вот где-то, вот смотрите, вот это место. К примеру, где-то вот часть головки, можно головку и вот где-то сантиметра полтора промазать клеем. Достаточно вот нашим таким густым. И склеить, приклеить тельца к вот крылышкам. Вот так. Примерно это будет вот так. Немножко прижимаем. И вот таким образом подклеиваем. Смотрите, обратная сторона. Обратная сторона у нас достаточно такая получилась аккуратная. И в зависимости от того, для чего вы эту бабочку используете, вам можно будет здесь сделать либо крепление, если оно к чему-то идет, либо может быть вот даже вот пустить вот так вот проволочку и закрепить на что-то другое. Может она у вас идет на цветок. То есть здесь вот я делаю без крепления, просто чисто как элемент декора. Вы уже будете думать, куда прикрепить вот наш такую красивую бабочку. Так, теперь благодаря того, что здесь литоны, крылышки бабочки тоже можно вот выгибать так, как вы хотите. Вот обратная сторона, вот наша правая сторона. Вот такие красивые бабочки вы можете делать для декоров ваших цветочных композиций. Спасибо за внимание. С вами была Ольга Канойникова. Спасибо за внимание.